ЕС хочет отправить военно-морскую миссию для сопровождения зерна из Украины, Эль-Пейс. Евросоюз рассматривает вопрос введения военно-морской миссии для безопасного вывоза украинского зерна с Черного моря, экспорт которого блокируют российские оккупанты. Ее могут организовать из Одессы. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Эль-Пейс, как информирует издание, ссылаясь на европейские источники. Этот вопрос будут поднимать на саммите ЕС, который начнется в понедельник в Брюсселе. В частности, будет затронут вопрос роста риска голода в странах, зависящих от экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Брюссель опасается голода в странах, которые зависят от пшеницы, заблокированной Россией в украинских судах и портах. В Евросоюзе обсуждается возможность запуска военно-морской миссии по сопровождению грузовых судов из Украины через Черное море. В частности, вывоз может быть реализован из Одессы, пишет газета, при этом как отмечают в издании. Одна из трудностей при реализации такой миссии заключается в том, чтобы открыть проход европейским судам в порт Одессы, что регулируется конвенцией Монтрео, за исполнением статей которой следит Турция. Впрочем, источник газеты утверждает, что Турция может дать разрешение на проход европейских кораблей, поскольку речь идет о гуманитарной миссии. Напомним, недавно Россия заявила, что готова сделать коридор для экспорта украинского зерна и прочего продовольствия. Однако РФ требует для этого снять санкции. При этом украинские силы объясняют, что открытие россиянами в Черном море якобы гуманитарных коридоров в украинские порты можно оценивать как попытку приблизиться военным кораблям РФ к территории Украины. В офисе президента считают, что единственный формат разблокировки украинских портов, который может сработать, это военные конвои для сухогрузов с зерном. Добавим, по состоянию на начало мая в украинских портах российскими оккупантами было заблокировано почти 25 миллионов тонн зерна. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.